Это второй визит временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области на Ливенский завод «Промприбор». Заводчане ждали этой встречи еще во время пребывания пензенцев в Орле. Мало того, что есть производственная деятельность, и благодаря вашим усилиям, Панча, удается каждый год увеличивать объемы реализации продукции, несмотря на все сложности. Хотя мы понимаем, что не так все просто в нашей жизни. Завод отметил 55-летний юбилей. Сегодня здесь трудится 1600 ливенцев. Есть пожелания. Вот университет в Ливнах, кто говорит, что его закрыли, кто говорит, что он должен быть. Мы считаем, что он должен быть. Город Ливный нуждается в инженерах, в проектировщиках. И промышленности в Ливнах больше, чем в Орле. А университета нет. Огромная территория вместила в себя с десяток мелких производств. Все вместе они позволяют развивать «Промприбор». Отрадно, что предприятие после всех тяжелых лет испытаний 90-х годов сохранилось. Сегодня показывает прирост и по объему производства, и по объему реализации продукции. Сегодня удалось поговорить с значительной частью коллектива. Смотреть, есть самая главная вещь. Есть заказы, есть стабильная заработная плата. И Николай Иванович сообщает о том, что перспективы по развитию производства и заказные базы тоже существуют. И поэтому, как мы и говорили, в рамках госпрограммы, которая планируется реализоваться и в этом году, и на следующей перспективе, по поддержке существующих предприятий, безусловно, мы заинтересованы в ее оказании содействия «Промприбору» в развитии. За полвека, что работают, здесь расширили номенклатуру выпускаемой продукции, а также нарастили кадровый потенциал. Напомним, «Промприбор» производит оборудование для АЗС и нефтебаз. Основной нашей деятельностью – это развитие производства. То, что мы выпускаем, это вчерашний день, а надо стремиться, что мы будем выпускать через 2-3-5 лет и так далее. Поэтому мы постоянно занимаемся освоением, модернизацией и обучением людей. То есть, только вперед. Виктория Юркова, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.